Всем привет! Покажу быстренько заказик Siberian Wellness, пока не раздала. У меня заказали вот такой парфюм, который я заказывала. Заказывала Fluid Touch Miss, вишни, похожий на Tom Ford Lost Cherry. В общем, как я и ожидала, все понравилось клиентке. Она такой именно и искала парфюм. И вот к нему шел подарок, хайлайтер. Сейчас такая акция. Классный парфюм, я на него делала обзор. Замечательный вообще шлейф, шикарный. Но остальное покажу попозже. Итак, в заказе было еще парфюм 6. Секстум. Ничего еще не тестировала. Вот достала только. 1996. Все упаковано до 26-го. Вот. Увлажняющий крем гель еще взяла по акции. Блин, сегодня ветер. Потому что у меня такой есть уже ночной, то есть питательный. А этот вот увлажняющий шел с 50-процентной скидкой. Такой состав. Такое применение. Давайте открывать и тестировать. Открывается, конечно, потрясающе просто. Здесь вот такая вот штучка. Ее нужно потянуть. Ну все, у меня все полетело. Ой, ну такой ветер. Так, одной рукой не смогу. Давайте вытащу. Так вот выглядит парфюм. Авторский парфюм. Парфюмер достаточно известный. Джулия Пастор Родригес. Выучила я ее имя. Вот. И, знаете, такой интересный парфюм, конечно. Я не влюбилась в него с первого раза. Да, я так скажу, не влюбилась. Потому что он такой, какой-то противоречивый. Здесь начальные ноты прям такие четкие. Это черный чай с бергамотом. Плюс примешиваются жасмин, кожа, пачули. В общем, вот такие вот ноты. Знаете, все это дает такую нотку. Ну, такая нотка встречается очень редко в парфюмах. Знаете, где последний раз я ее встречала? В фаберликовском парфюме, где вот там трио выходило, 10 миллилитров, десятки, короче. Синий, фиолетовый, еще какой-то вот фиолетовым. Я помню, говорила, что мне не понравилось, потому что я слышу вот эту нотку. А эта нотка, я поняла, это черный чай с бергамотом, плюс жасмин, плюс кожа. Все это в сторону востока. Такой какой-то. Я их сравню, конечно. Вот, кстати, мне кажется, они очень похожи. И буду, конечно, стараться подружиться с этим. Хотелось мне всю коллекцию, буду собирать дальше, потому что... Ну, вот она была по акции, сейчас 5500 стоит, а была по акции подешевле. Вроде даже и мужчина, мне кажется, подойдет. Нишевый парфюм, конечно же. То есть к нему прям нужно его разнашивать в разные сезоны. Мне кажется, сейчас не его сезон однозначно. Это не лето. Это холодное время года. Возможно, дождливая погода. Возможно, морозы. Вот, но нужно пробовать. Да, черный чай, кожа, жасмин, бергамот. Вот прям вот такой вот что-то. Вот. Ну и кремик выглядит вот так. Хорошая серия. Она очень дорогая, конечно. Но сейчас со скидкой была, по-моему, за полторы, что ли. Кремик, так что нормальный такой, да, ценник. Ну, будем думать, что это все пойдет на пользу нашей коже. Так что вот. За семь я с вами прощаюсь. И ждем встречи с вами в новом видео. В следующем. Я думаю, что следующее видео будет посвящено двум заказам. Не знаю, какой первый из них выйдет. Будет точно. Они ко мне идут. Это тоже сибирское здоровье. Большой заказ. Акции, конечно, шикарные, девчонки. Каждую неделю шикарные акции. Хочется заказать все. Я уже в этом месяце просто, наверное, 500 баллов сделала одна. Ну, вот видите, да, парфюм вишня понравился всем. Вот. С этим, наверное, мало кто подружится. Я буду предлагать. Но думаю, что любителей у меня из моего окружения не найдется. Кроме меня, да. Вот. И что хочу сказать. Еще пару заказиков. Фаберлик, естественно. И Эйвен будет у меня, да. Арифлейм, думаю, пока. Ну, не знаю. Не знаю, что-то меня пока останавливает. Вот следующий каталог Арифлейм я прям постараюсь. Мне кое-что понравилось. Вот. Если вам интересует вас продукция Siberian Wellness, CL, парфюмерия, уход. У них шикарное все, конечно. То, конечно, я вас приглашаю зарегистрироваться и получать свой кэшбэк. Это экономия. И будете пользоваться нишевой парфюмерией и натуральным уходом. Всем пока-пока и хорошего настроения. Итак, девочки, какое у меня сопоставление? А у меня вот такое вот сравнение. То, что этот парфюм похож на Фаберлик Гальби. Кстати, я не нашла его на сайте. Почему, не знаю. Их нет, этой линейки. Вывели, что ли. Они только недавно появились. Кстати, парфюмер у них, у нее конкретно, у Гальби, Зойзик Бьюкорт, выучила. И ноты, я посмотрела на фрагрантики, очень и очень похожи. А именно, бергамот в начальных нотах. Да? Потом кожа, заявленная у обоих. Амбра. Ну и цитрусы, да? Амбра, кожа, вот, бергамот. Этот побогаче по нотам. Написано, что там еще есть ландыш. Почули нет, как в этом. Но есть еще серая амбра. Чая нет здесь. В шестерке чай заявлен. Вот ноты кожи, да. И амбра, я чувствую, что прям это схожие ароматы. Семена моркови здесь еще заявлены. Значит, ландыш, семена моркови. Что там еще я вспоминаю? А там богатая такая пирамиды. Посмотрите на фрагрантики, я оставлю ссылку. Потому что на сайте этого аромата нет вообще. И знаете, я как-то ругалась на него зимой. Но сейчас очень даже и ничего. Потому что, знаете, это какой-то необычный аромат. Таких ароматов я больше вот нигде не встречала, чтобы вот такое раскрытие было. Но если этот ярко стартует фиолетовый, да, гальбер, яркий такой у него старт, сразу раскрывается таким необычным чем-то, наверное, вот серая амбра, кожа. Вот это вот семена моркови там что-то есть. Такое отталкивающее немножко. Вот поэтому меня оттолкнуло. Вот, да, что-то такое прям какое-то землистое, непонятно что. Этот звучит тихо на протяжении всего звучания. И этот, конечно, стихает позже и вообще уже уходит. То есть он не такой стойкий, как шестерка. Вот я руки мыла. А у меня он был вот здесь нанесен именно на руку. На ладонь, да, мыла руки. И все равно он звучит. Также звучит тихо, красиво, как-то так чайнокожно. Ну, уже так, конечно, подвыветрился, но все равно звучит. Вот прошло уже, наверное, часа три. Этот уже выветрился. Ну, нет, оттенок отголоска, я, конечно, чувствую его, но он более яркий такой. Да, более яркий, какой-то уже цветочная у него такая база. А этот, как звучал, вот чайнокоженно. Так он и звучит. Тихо. Приятно, необычно, интересно. Вот, поэтому сравните вот эти два парфюма. Ну, вот кто, кому нравился Гальби, однозначно советую шестерку. Да, если вы Гальби потеряли на сайте и не можете его купить уже. Вот, то шестерка вам в помощь от Siberian Wellness. И, кстати, здесь вот формат неудобный. Шарик и масляные духи я, конечно, это не очень люблю. Я люблю спрей, поэтому и забраковала, и даже не пользовалась этими ароматами. Как они у меня три вот лежали, так они и лежат. Вот, но в дорогу брать, да, в принципе, удобно. Ну, конечно, знаете, вот шестерка, по мне, звучит он как-то пороскошнее, что ли. Ну, какая-то в нем есть все-таки такая высокая парфюмерия, чувствуется, что это именно такая нишевая парфюмерия, да. Здесь тоже закос под нишу, но все равно цветочность какая-то, она выдает себя немножко, но все равно тоже необычный аромат, я говорю, то сначала он мне не нравился, то потом понравился вот сегодня, когда в сравнении с шестеркой, потому что я сразу вспомнила, что у меня такой аромат что-то напоминает. У меня память очень хорошая на ароматы. Вот, у меня их много, но я всегда вспоминаю, у меня на запахи просто память хорошая. Почему я люблю аромат, парфюмерию, запахи, они меня всегда возвращают в то время, где и когда я их слышала. То есть вот такая вот как бы ностальгическая у меня подоплека, в моем парфюмерном хобби, мне это очень нравится. То есть я слушаю аромат, о, я где-то это, и оказываюсь в этом месте, в том месте, да, закрою глаза, все, я в том месте, где я слышала этот аромат. Четко представляю место, пространство и время. Три объективных составляющих нашего мироздания. В общем, много философствовать можно на эту тему. Я люблю пофилософствовать. В философии мой любимый предмет был когда-то. Но то, что вот факт остается фактом, да. Очень и очень похожи эти ароматы. Но фиолетовый поярче. Шестерка более, так знаете, как слово, вертится на языке. Более высокого формата, что ли, высокого полета. Но оба интересные, оба классные. Пробуйте обязательно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова